Всем привет! Вот я хочу вам сегодня показать вот такую вот интересную штуку на Linux MX21. Но то же самое у меня наблюдается и на Винде. То есть, самый обычный Google Chrome браузер стал выкидывать вот такие вот сообщения. Я тут самые разные перепробовал, как говорится, блокираторы, а ни черта не получается. А вот теперь давайте посмотрим всё то же самое. Вот, пожалуйста, это тот же самый ролик. Классно? Почему это? Потому что в России у нас ступеньки немного другие. Так, как видите, вот такие вот мелочи, но они зависят, скажем так, от браузера и от программ, которые предохраняют вас от всяких нежелательных всплывающих сообщений. Поэтому я установил себе, значит, Brave браузер и на Linux, и на Винду. И там, и там Brave браузер работает нормально. А вот, к сожалению, мой любимый Google Chrome браузер, который я пользовался годами, на 10-10-то точно, наверное, или 15, вот, всё, как говорится, не подходит. Что я только с ним не делал. Ну, можно, конечно, нажать там оно. Какая Россия большая, а вот нидерландцам небольшая площадь не мешает попадать в мировые рейтинги лучших стран на Земле. Ну, потом, через какое-то время, оно возьмёт и всё равно снова появится. И, ну, понимаете сами, это довольно-таки раздражает. Поэтому, как, как говорится, выход из такого вот положения, я могу вам порекомендовать использовать, значит, Brave браузер. Вот, если сейчас, я не знаю, попробую я вот... Ну, вот, видите, и всё, опять, как говорится, появляется. Ну, я не знаю, какие там умники сидят и репу чешут. Ну, для пользователей, собственно говоря, нужно всё-таки о них заботиться. Ну, если я не хочу, скажем, эту навязчивую рекламу смотреть или слушать, ну, так... Ну, в общем, мораль вам понятна. Значит, в настоящий момент, вот, на сегодня, на 9 августа 2022 года, одним из наилучших браузеров, который не цепляет вот эту вот, всю эту пошлую рекламу, вот, является браузер Brave. Вот таким вот образом. Так что я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч!